МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на седьмом канале. В студии Алексей Кован. Главным темам этого дня. Обещание галактического масштаба. Речь идет о земельном участке в районе Затонская, 18. Данный земельный участок не предназначен по строительству жилых домов. Красноярцам предложили квартиры в самом высоком и комфортабельном жилом доме. Но есть один нюанс. Небоскреб существует пока лишь на бумаге. Без света и тепла. Я с двумя детьми живу, дети маленькие. Очень боялись темноты, поэтому спать ложились раньше. Десятки домов Ленинского района несколько дней жили, как в Средневековье. Авария на сетях лишила людей благ цивилизации. Не все последствия удалось устранить. Срок две недели. Понятно, что погодные условия осенью непростые, но будем попадать в нормальные погодные условия. Глава города поставил задачу дорожникам закончить все работы. Мы посмотрели, насколько ударно они трудятся на самых проблемных участках. Результат удивил. Октябрь вернет долги с сентября. И я хочу порадовать вас. У нас всего лишь три пита похолодания. Синоптики пообещали, что этот месяц будет лучше с сентября. Правда, прохладнее. А теперь обо всем подробнее. Красноярский Бурж-Халифа. Так застройщик назвал 36-этажное здание в жилом комплексе «Галактика», который планируют возвести на улице Затонской. Там уже продают квартиры, только вот появление самого высокого здания в городе под большим вопросом. Но местные предприниматели уже страдают. В запутанной истории разбирался Григорий Горячих. Ну мы эту орбиту еще в июне нашли в интернете просто. Потому что здесь две женщины ходили, говорят, где дом? Предприниматели рассказывают, к ним в промзону еще с начала лета периодически приходят люди и ищут мифический дом, в котором уже продаются квартиры. Только вот вместо стройки они находят здания, в которых полным ходом идет совсем другая работа. Сейчас по адресу Затонская, 18, находится административное здание и промзона. Помещение здесь арендует множество предпринимателей. Но по проекту застройщика высотка должна появиться на этом месте. А все существующие здания планируется снести. Недавно на территории даже появились несколько табличек, которые предупреждают предприниматели о том, что покинуть помещение необходимо до 10 октября. За объяснением люди обратились к собственникам помещений. Честно говоря, особо никакой информации нам такой вот подробной не предоставляли, но сказали, что все решится, находитесь, работайте. Он нас заверяет в этом. Насколько это реально, я точно не знаю. Может, просто пытается нас успокоить. По рассказам предпринимателей, на данный момент земля принадлежит двум собственникам, которые не могут поделить территорию и начали междоусобный конфликт. Из-за этого в зданиях периодически отключают отопление. А в промзоне появился деревянный забор, который установил один из владельцев земли. Мы уже просто ищем другие помещения. Нам эта война их интересна. Один говорит на другого, другой на третьего. Врен его знает. Тут столько вот этих вот плетен. Связано ли все это со строительством новостройки, непонятно. На сайте застройщика утверждается, что земля уже выкуплена. А жителям будущего дома обещают настоящую сказку. В здании будет химчистка, спортзал с бассейном и сауной. И уникальная управляющая компания. Также покупателей заманивают комфортным расположением, транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Правда, большинство информации на сайте вызывают массу вопросов. Название застройщика с 20-летним стажем почему-то держится в секрете. Также на сайте сказано, что до любой точки города можно доехать на автобусах 60 и 99. Только вот в этом районе они не ходят. А еще больше удивляет такая информация. ЖК «Галактика» финансирует и несет ответственность за строительство подземного переезда через железную дорогу и транспортных развязок, что позволит снизить нагрузку на дороги и уменьшить пробки. Длина переезда составит 151 метр, ширина – 4 полосы. Кроме того, в ближайшее время планируется строительство еще одного моста через Енисей. Мы попытались узнать об этом у самого застройщика, но в офисе компании никого не оказалось, кроме рабочего, который занимался сборкой шкафа. Дозвониться по телефону отдела продаж тоже не получилось. На данный момент все апартаменты, которые были в продаже второй очереди, раскуплены. Когда откроем продажи третьей очереди, мы вас обязательно оповестим. Хорошего дня! А в управлении городостроительства нам рассказали, что никакого разрешения на возведение жилой высотки в этом месте никому не выдавали и выдать не могут. В департаменте строительства никто не обращался за разрешением строительства жилого комплекса «Галактика» в Сотловском районе. Речь идет о земельном участке в районе Затонская, 18. Данный земельный участок не предназначен по строительству жилых домов. Он находится в территориальной зоне О1. Она предполагает размещение объектов коммерческой, объектов культуры и образовательного назначения. Поэтому жилые дома строить там нельзя. Но на сайтах недвижимости квартиры в несуществующем доме, который должен появиться меньше, чем через два года, продолжают продавать. За один квадратный метр застройщик просит 120 тысяч рублей. Но, видимо, фантастические обещания о жилье галактического уровня в нашем городе так и останутся только на бумаге. Григорий Горячих, Данил Дубенко, 7 канал. Выживали с фонариками и газовыми плитками. Жители 13 улиц в Ленинском районе несколько дней выживали без света. Не работали холодильники, батареи, гасли без подзарядки мобильники. Электричество внезапно исчезло в субботу утром в поселках Суворовский и Энергетиков. Вскоре назвали предположительную причину аварии – повреждения кабельной линии на подстанции Красноярского комбикормового завода. Устранить неполадку получилось только на следующий день. Да и то не во всех домах. На улице Энергетиков, 73А, люди просидели без света до 10 вечера понедельника. Свечей не было. То есть мы только пользовались либо фонариками, либо телефонами. Телефоны тоже быстро сели. Хорошо, вот у соседей есть генератор, который, ну, от машины, могли немножко зарядить. И в магазины ходили, заряжали телефоны. Сидели вот три дня без света в темноте. Я с двумя детьми живу, у меня дети маленькие. Очень боялись темноты, поэтому спать ложились раньше. Пытка темнотой закончилась, когда к дому подключили генератор. Кабель тянется от детской площадки через первый этаж дома. То есть мера эта временная. Как оказалось, именно эта многоэтажка напрямую связана с комбикормовым заводом. И чтобы справиться с проблемой, руководство предприятия должно на своих сетях устранить аварию. К делу подключилась администрация Ленинского района. И вот спустя сутки, после начала переговоров, седьмому каналу рассказали, что проблема почти решена. Основной кабель отремонтирован. Идут последние согласования с энергетиками. И в дома вот-вот подадут электричество. Так что генератор можно будет забыть. Выживали прям, да. Выживали со свечами, с газовыми плитками у кого были. Остальные прям вообще обедствовали. Все телеканалы в управляющей компании, в Россети, везде, где можно. В администрацию губернатора, в администрацию мэра, всех, всех, кого можно. Поначалу отписки были, пересылки. Там вот суббота, воскресенье мы вообще ни до кого не могли добиться. Уже в понедельник что-то там сдвинулось. Вот к вечеру генератор привезли. Отец погибших от отравления детей заявил на допросе, что в их доме не работала вентиляция. Он распылил дихлофос по комнатам, потому что в помещении было много мух. Жена и дети в этот момент находились на улице и вернулись в дом через два часа. При этом никакого неприятного запаха не почувствовали. На следующее утро всю семью госпитализировали с отравлением. В течение двух суток все четверо детей скончались. Накануне их похоронили. Производители дихлофоса утверждают, что их препарат не мог стать причиной смерти детей. Тем не менее, именно отравление инсектицидным средством является приоритетной версией. Точную причину этой трагедии следователи назовут не раньше, чем через месяц. Ремонт дорог должен закончиться к середине октября. По крайней мере, именно такую задачу поставил дорожником глава города Красноярска Владислав Логинов. Однако на некоторых участках снят асфальт и продолжает работать спецтехника, а на одной из улиц работников даже нет на месте. Сегодня там побывала наш корреспондент Ксения Гречихина. Подробности в ее сюжете. Спецтехника на дороге и снятый асфальт. Ремонт на 2-й Брянской в полном разгаре. Не мешает ему даже дождь. А вот для автомобилистов замена дорожного покрытия все же становится помехой. Даже не в так называемые часы-пик на онлайн-картах улицы подсвечиваются бордовым цветом, а машины стоят в пробке несколько километров. И если некоторые водители уже смирились с такой дорожной обстановкой, другие уже практически в ярости. Ездить невозможно на самом деле. Люди очень много колес пробивают. Я тоже несколько раз пробивал. Здесь у меня друг тоже очень много раз колес пробивал. Это настолько уже надоело на самом деле, что не знаю, что делать. Выборов все равно же нету сильно. Его же надо делать каждый год. Я, наверное, особенный, но мне ничего не надоело. Я спокойно передвигался все лето по городу, то есть ничего не напрягало. У многих возникает вопрос, почему ремонты, которые пришлось терпеть все лето, перешли и в осень. Кто в этом виноват? Погода, проблемы с подрядчиками или дорожные работники, которые превратили ремонт в развлечение? Сейчас в городе, помимо Брянска, есть и другие участки, на которых ремонт не закончился. Еще два километра асфальта нужно переложить на улице Становой, там же сделать ротуар. А это уже улица Чайковского, где тоже продолжается ремонт. Хотя правильнее будет сказать, должен продолжаться. По округе разбросаны конусы, дорожные знаки и куча земли. Асфальт здесь, видимо, уже уложили, а об удобстве пешеходов позаботиться не торопятся. Хотя сами люди, наверное, уже привыкли к ремонтам в городе. Это нормальное явление, потому что сейчас по всему городу происходят такие строительные проблемы. Не проблемы, можно сказать, но стремимся же к лучшему. И может быть, лучше станет. Например, на той же второй Брянской появится не только новый асфальт. Там грядут и изменения. На улицу уберут разделительные блоки. Это должно помочь избавиться от постоянных потопов после дождя. Вода заполняет улицу постоянно. Также сегодня глава города прояснил. Ремонт не затянулся. Все сроки прописаны в контракте. Через две недели все дороги уже будут готовы. Поставил задачу закончить все работы. Проведение работ по асфальту, по основному ходу движения автомобилей до 15 октября. Понятно, что погодные условия осенью непростые. Но будем попадать в нормальные погодные условия для того, чтобы работы по асфальтированию были проведены с надлежащим качеством, с исполнением всех гарантийных обязательств. И пока заканчиваются ремонты этого сезона, в мэрии задумались о дорожных работах на следующий год. Пару дней назад уже закончились торги на ремонт участков 2025 года. Но их итоги еще подводят. И новых подрядчиков назовут только через 10 дней. Ксения Гречихина, Дмитрий Комаров, 7 канал. Как будут убирать снег с улиц Красноярска этой зимой? Этот вопрос сегодня обсуждали в мэрии. Чтобы оперативнее работать во время снегопадов, машины равномерно распределят по городу. Некоторые из них будут дежурить на площадке УДИП в районе Калинина. Две снегоплавильные машины разместят у Тихих Зорь и на Мичурино. Помимо имеющейся техники, привлекут еще до 150 единиц от сторонних организаций. Также в планах у муниципальной САДП обновление автопарка и приобретение крупных самосвалов. Отдельное внимание в новом сезоне обещают уделить тротуарам, пешеходным переходам и подходам к соцучреждениям. При этом острой проблемой в преддверии зимы остается кадровый недокомплект. В городе не хватает почти половины снегоуборщиков. Привлекать дополнительные силы планируют из колоний. Октябрь будет лучше сентября. Это сегодня заявили синоптики. Конечно, теплее, чем в первый месяц осени не будет, но средняя температура октября ожидается выше, чем в предыдущие годы. Так, в первой декаде нас ждут вполне волшебные 10-15 градусов тепла. Правда, по ночам начнутся устойчивые заморозки. Но оцените, даже в конце месяца днем воздух будет прогреваться до положительных значений. Метеорологи обещают в среднем 1-6 градусов тепла. Что касается снега, он выпадает почти по народному календарю. После праздника Покрова Божьей Матери в конце десятых чисел октября. Вероятностный прогноз на октябрь в виде графика также по Красноярску представлено в таком виде. И я хочу порадовать вас. У нас всего лишь три пика похолодания, согласно этому прогнозу. Это начало месяца, ну и где-то к началу второй декады небольшое похолодание ожидается. Ну и в самом конце, в пределах климатической нормы. С наступлением холодов возрастает и вероятность пожаров. Красноярцам напомнили, нужно обращать внимание на состояние электроприборов и обогревателей, а также тщательно проверять печи и газовые устройства. Также в МЧС напомнили, что чем холоднее за окном, тем дороже каждая минута в поиске пропавших людей. Поэтому перед походом в лес необходимо зарядить мобильный телефон, запастись едой и на два дня надеть одежду ярких цветов. И важная информация для метеозависимых людей. В октябре нас ждет не одна магнитная буря. Ухудшение геомагнитной обстановки в октябре ожидается в периоды 5-6, 10-12, 23-26 числа. В эти дни сохраняется слабая и средняя активность 3-4 балла. Те, кто сомневался, покупать или нет зеленой облигации Красноярска, уже упустили свою возможность. Все ценные бумаги раскупили досрочно. Мэрия планировала завершить продажу до 20 декабря. Однако это произошло всего через две недели после старта. Я напомню, облигации выпустили на 100 миллионов. Известно, что совершено 977 сделок. Самая крупная аж на 7 миллионов рублей. Столько денег кто-то вложил в озеленение краевой столицы. Выплачивать доход обещают ежеквартально. Процентная ставка почти 18,5%. А деревья и зеленые насаждения, которые купят на эти 100 миллионов, планируют высадить до конца этого сезона посадок. Вы смотрите новости седьмого канала. Наш телефон 2-900-333. Продолжаем выпуск. Норильчанин пойдет под суд за убийство 30-летней давности. В январе 1992 года 18-летний юноша пришел в гости к своей подруге, которой исполнилось всего 15. Во время дружеской беседы он попросил у нее дозу наркотика для курения, но девушка ему отказала. Гость тут же вышел из себя, оторвал шнур утюга и начал душить им свою жертву. А после взял нож и 30 раз ударил ее. Тогда убийцу найти не смогли, но спустя почти треть века к делу вернулись снова. Проверили всех причастных к преступлению и вышли на след предполагаемого убийцы. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Он уже дает признательные показания. Хотел ее вынести из дома. Понял, что не смогу. Бросил все и ушел за захлопом. Похожее старое преступление раскрыли и на востоке края. В 2012 году рядом с железнодорожным вокзалом в городе Иланский обнаружили тело мужчины. Найти преступника по горячим следам также не удалось. Следствие приостановили. В этом году решили еще раз прогнать по базе отпечаток пальца, который тогда обнаружили на месте преступления. На этот раз следователям повезло. Они вышли на племянника погибшего мужчины. Как выяснилось, подозреваемый в день убийства выпивал со своими сверстниками на привокзальной площади. Отлучился на несколько минут и встретил своего дятю. Племянник обвинил старшего родственника в пьянстве и о моральном поведении и избил его. Тогда молодого человека не заподозрили, потому что его друзья сказали, что он весь вечер выпивал в их компании, умолчав, что тот отлучался. Теперь подозреваемый задержан, дело передают в суд. Далее в двух словах расскажем о других заметных событиях. 17 школьных классов и одну детсадовскую группу отправили на дистант из-за ОРВИ. И это несмотря на то, что болезнь пошла на спад. За прошлую неделю количество заболевших уменьшилось почти на 12%. К врачам обратились 14 300 человек. То есть вирус все еще циркулирует, поэтому важно тепло одеваться. Сегодня закончился сезон городских фонтанов. Рабочие уже приступили к чистке, демонтажу, после чего объекты законсервируют. Зимой на многих фонтанах появится новогодняя иллюминация. Следующее включение фонтанов состоится традиционно в мае. На трассе между Козулькой и Ачинском сгорела фура. Водитель вовремя заметил дым из-под капота и успел выскочить из кабины. Пламя полностью охватило весь автомобиль и прицеп. С огнем боролись 9 пожарных и 2 единицы техники. Тушить пришлось 40 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность в двигателе. В Красноярске начали эвакуировать брошенные автомобили. Бесхозный автомобиль определяет по внешнему виду или если авто простояло более месяца. В течение второго месяца чиновники ищут собственника. И если владелец не объявляется, то автомобиль увозят на стоянку на улице Глинки. По истечении третьего месяца с момента обнаружения, если владелец не забирает свое имущество, машина признается бесхозной и ее отправляют на утилизацию. Если автовладелец все же объявится, то он сможет забрать авто со стоянки, оплатив расходы эвакуатора. Прогулки с врачом и онлайн-уроки по здоровому образу жизни. В Крае появится новая программа для активного долголетия. Это кружки, мероприятия и курсы для пенсионеров, чтобы они как можно больше общались и находили себе занятия по душе. Что еще предлагают внести в эту программу, а что работает уже сейчас, расскажем в следующем материале. Занятия с музыкальными инструментами, арт-терапия, беседы и тренинги – все это мастерская памяти. Она признана одной из лучших практик активного долголетия в стране. Ее проводят в Центре соцобслуживания «Кировский». После всех этих заболеваний, коронавируса, я почувствовала, что мне это нужно. Особенно. И пришла. Психолог, моторика, лук, сискультура. Это очень хорошо. И вообще, самое главное – общение с людьми. Пенсионеры приходят пообщаться, найти новое хобби и даже заняться спортом. Стягиваем и плавно возвращаемся в исходное положение. Да, много всего. Концерты всякие, экскурсии проводят. Да, все очень интересно, познавательно. Живешь здесь и многое, я не знаю, не видел. Потому что работа дома. А сейчас все это доступно. Живу одна, мне скучно. Такие центры есть и в Красноярске, и в райцентрах. Уже несколько лет в регионе в рамках нацпроекта «Демография» работает проект «Старшее поколение». Кроме организации «Досуга» заботится и о здоровье пенсионеров. В крае их сейчас почти 700 тысяч. И чтобы как можно больше из них вели активный образ жизни, в правительстве разработали проект новой специальной программы мероприятий, в которых они могут участвовать. Там, например, есть прогулки с врачом и школа психолога. Чтобы наши уважаемые пожилые граждане не просто находились дома в одиночестве, а были в социуме, занимались спортом, посещали учреждения культуры, социальной защитой. И самая главная задача этой программы – сделать одну точку входа для всех пожилых граждан. Объединить усилия всех министерств. С активистами Краевого совета ветеранов сегодня встретился губернатор Михаил Катюков. В День пожилого человека решили обсудить проект программы и то, как устроена работа со старшим поколением сейчас. Я от всех красноярцев хочу вам слова благодарности высказать за ваш многолетний труд. И труд, пока вы на своих рабочих местах трудились, и то, что вы делаете сейчас на общественной ниве, не менее важно. Мы здесь встречаемся уже не первый раз, и я знаю, о чем я говорю. Спасибо вам за ваши советы, за вашу где-то критику правильную, которую мои коллеги по правительству должны воспринимать. Новая программа рассчитана на пять лет. Начнет свою работу она с января 2025-го. До этого времени ее еще доработают. Мнение старшего поколения обязательно учтут. Наталья Архипова, Валерий Чащин, Седьмой канал. Вы смотрите новости Седьмого канала. Наш телефон 2-900-333. Продолжаем выпуск. Умер народный артист России Вячеслав Добрынин. Певец и композитор скончался на 79-м году жизни. Несколько дней назад его госпитализировали с подозрением на третьи инсульты. Стало известно, что артист скончался. Он написал около тысячи песен. Десятки стали народными хитами. Среди самых известных композиций, которые исполнял он сам, «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман», «Льется музыка». Писал Вячеслав Добрынин. И для других песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский и «Самоцветы». Работал Добрынин много. Однажды дал шесть концертов за один день. Похоронят Вячеслава Добрынина на Тройкуровском кладбище. Этническая лаборатория, уютные книжные залы и даже игровая комната. Все это появится в обновленной библиотеке «Жар птица» в Солнечном. Она станет по-настоящему сказочным местом, где по стенам плавает чудо-юдо-рыба-кит, а по потолку летают фантастические птицы. Но найдут здесь что-то для себя не только дети. Подробности расскажем далее. Пока здесь еще кипит работа, но уже скоро залы приобретут краски. Появятся книжные полки, а на стенах персонажи сказок. «Жар птица» — это фолк-библиотека с акцентом на фольклор и популяризацию народных традиций. Фишка библиотек наших — это развешенные цитаты. Но здесь это не цитаты, здесь это пословицы-поговорки. Ну, в соответствии, опять же, с концепцией библиотеки. Летом здесь начали масштабную модернизацию. Уже заменили все трубы, возвели новые перегородки, проложили необходимые коммуникации. Подрядчик уверяет, в конце ноября помещения будут готовы. Тогда сюда зайдут сотрудники библиотеки, чтобы подготовиться к открытию и расставить по местам книжный фонд. В городском совете отмечают, библиотеки в Красноярске становятся все популярнее. Мы видим, сколько людей в год посещают библиотеки, и это кратно растет с каждым годом. Поэтому мы сделали давно большой акцент на то, что минимум две библиотеки в год мы модернизируем, приводим в соответствие, наполняем это с чем-то интересным и современным. То есть, как минимум, все эти интерактивные экраны и прочие все вещи, как, допустим, здесь, в детской библиотеке, я считаю, это очень важно, потому что сегодняшние дети, им, конечно, без этого уже никак. В этой библиотеке в Солнечном появится интерактивное оборудование, специальные тихие зоны для чтения и, конечно, еще книги. Их станет на три тысячи больше. Библиотека детская, но обслуживать здесь будут не только детей и подростков, но и студентов, представителей старшего поколения. А еще после ремонта она станет доступна для маломобильных граждан. Проинспектировали модернизацию библиотеки сегодня депутаты городского совета. Ход ремонтов идет по плану, обещают, что уложится в срок, если даже не раньше. Депутаты особое внимание уделяют моментам капитального строительства, развитию библиотек, развитию библиотечной среды, наполнению книжным фондом. Оценить обновленную библиотеку красноярцы смогут зимой. Ее планируют открыть к Новому году. Наталья Архипова, Павел Иваницкий, 7 канал. А теперь информация о погоде. В среду, 2 октября, в Красноярске облачно возможен дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ночью 9 градусов тепла, днем до плюс 11. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наш вайбер-вотсап. Номер 8-391-2900-333. А также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. С вами был Алексей Кован. Увидимся!